Из Китая постоянно поступает различная информация по ситуации распространения коронавируса. Начиная с официальных данных, заканчивая очевидными фейками и вбросами. Тем не менее, Китай сразу начал активную деятельность по предотвращению трагедии, еще с того момента, как только вычислил первых заболевших. Это один из тех примеров, как государство должно быть готовым к мобилизации для борьбы с самыми разными проблемами на всех уровнях. И само собой напрашивается вопрос, а если это не просто заболевание, а новый элемент гибридной войны против государства, то как Россия может справиться с подобным, кроме того, что просто закроет границу? Об этом своим мнением с накануне ТВ поделился генерал-майор в отставке Александр Владимиров. Это просто. В государстве не готовится экономика к войне. Слово, мобилизация хозяйства, народного забыта. Эта тема упущена и так далее. Мобилизационные планы, которые существуют без собрала, они сами по себе, а то встание экономики само по себе. Мы не имеем ни диалоги, ни государственной диалоги, ни диалоги воинской службы. Даже того понимания, что школа, как структура, которую проходят все граждане страны, только она в ней докладывается основой государственного патриотического мировоззрения населения, школьников, которые должны фактически и морально сопровождать жизнь и деятельность любого человека, нашего гражданина. Этого нет. Вторая очень важная вещь – это подготовка руководителей государственных служащих. Такой системы такой подготовки тоже нет. То есть никто не готовит. Получается так, что президента мы избираем, тот назначает высших должных лиц, которые, являя высшими должными лицами на службе, одновременно не являются государственными служащими. Вот такой нарадок. Это получается, что когда он назначает всех, не назначает своих, все остальное древо, государственная служба упутана, усеяна, неизвестно кем. Чита, дети, чита, внуки всякие разные, нигде не учившись, которые не имеют ни понятия, не имеют никакой ответственности. И поэтому мы сейчас должны рассматривать то, что получилось сейчас в Китае, как потрясающий пример правильной реакции государства на ту угрозу их безопасности, которую они ощутили в самом начале вируса и являются просто методикой, как надо поступать. И в этом вопросе увязано все. Тут и оптимизация больниц, тут и увольнение врачей, и плохое образование, и провалы в первичном звене, и в целом вся система, в которой деньги правят, и все делается ради денег. И это только один аспект из гибридного противостояния. То есть они готовят население, они готовят государство, они готовят кармию в предъявлениях в совершенных ситуациях, которые неизбежны будут по военной войне в разных регионах страны. И они получают ту пользу, которую мы не имеем. Почему так это важно для нас? Поскольку у нас никто вообще так вопрос не ставит, никто не думает готовиться к войне так, как надо готовиться к войне. Хотя мы на примере это учитывая, видим, как это могут делать с привлечением всех сил ответов. У нас никто не готовит государственных служащих по этому поводу, и руководителей регионов, и руководителей страны. Я думаю, что даже Горникова и все прочие министры-капиталисты тоже понятия не имеют, что делать, а им и никто не скажет. Поскольку совсем надо было сказать генеральный штат. Потому что война – это такое состояние, которое могут победить только люди, только страна, которые способны к мобилизации национальных ресурсов. Всех национальных ресурсов, только как он войны, заключается в том, что государство ведет войну, армия сражается в войне, но воюет население. Понимаете? И от того, как воюет население, насколько оно готово к войне, и фактически это и определяется результат войны. То есть победа или иначе. И эти вопросы должны быть отражены в специальных планах, которые и должны разрабатывать, представляете, то самое комитет товарищу Горникову, которые понятия не имеют о тех вещах, о которых мы с вами говорим. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ.